Добрый, 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 добрый день всем, дорогие друзья, у микрофона друг. Это история игрокам ТВ. И у нас на повестке куча матчей между командами Beach Gaming и коллективом Empire. Коллективом Empire приоткрою небольшой занавес данного турнира победителем Dota 2 Champions League. На сегодня мы решили взять матчи, которые нам не удалось откомментировать в прямом эфире. Те матчи, которые нам никто не позволил бы откомментировать в прямом эфире, за который мы уже получали баны и, возможно, получим еще, но это уже совсем другая история. Сейчас мы начинаем с финала Winner Bracket. Тот финал, после которого Empire отправились в гранд-финал, тоже немножко приоткрою тайны. Но, в принципе, все, кого в гугле не забанили, должны были эту информацию знать. Сейчас будет у нас Best of 3 финала сетки винеров и после этого гранд-финал, в котором, опять же, встретится Team Empire. И команда Вичи Гейминг, которая после того, как свалилась в сетку лузуров, смогла Бёрден одолеть сетки лузуров в финале и отправится опять сражаться с Empire. Уже в гранд-финале, уже за призовые деньги. Призовые деньги там были 30, если не ошибаюсь, 39 тысяч долларов за первое место. Короче говоря, что нас больше заинтересовало в этом матче? Пока, в принципе, составчики вы все видели, пики все видели, тут рассказывать нечего. Что заинтересовало в этом матче? Безусловно, заинтересовал коллектив Empire. Тот коллектив, который получил прямой инвайт на International. Вопреки всем опасениям каждого вообще болельщика СНГ-комьюнити и не только СНГ-комьюнити, Empire получили прямой инвайт. Также получили его Virtus.pro, бывший Asus Polar. Na'Vi не получили. Поэтому, конечно, к Empire внимания больше и не только болельщиков, но и, как видим, компаний Valve и вообще всего мирового Dota-комьюнити, экспертов и прочих-прочих-прочих. Так вот, интересует нас, как выглядит Empire перед началом International. Того International, который, скорее всего, по призовому фонду прошлой обойдет. И, что еще примечательно в данном противостоянии, то, что Vichy Gaming идут у нас первыми в списке в рейтинге общих коллективов. То есть, в рейтинге International, в рейтинге вообще Dota2 и Dota2.com, всех абсолютно официальных порталов, самых-самых, Vichy Gaming у нас на первом месте. Якобы равных им нет, и тут на тебе. Кто знает, кто выиграл в этом противостоянии, можете рассказать в чате, никто за это банить вас не будет. Так вот, надо посмотреть, как смотрится команда Империя против грозных Vichy Gaming, которым все пророчат победу на следующем инте, ну, как минимум, по статистике. Ну, все, переходим к данному матчу. Там, если что, задавайте вопросы в чате, буду на них отвечать. Еще раз, для всех, кто только подключился, объясняю. Это ребродкаст. Об этом написано в названии. Это ребродкаст матча, который я, наша студия, не транслировали, но и специально не смотрел я этот матч, чтобы сейчас удивляться абсолютно искренне моментом, которые будут у нас. А, по-моему, моменты будут удивительные, потому что Империя тут зажгли. Ну, все, переходим к самому матчу. Быстренько по пику пробежимся, по расстановке лайнов, и пойдем прямиком к игре. Начнем с Vichy Gaming. FY забирает себе Enigma. Супер будет стоять на мидлейне у нас на Storm Spirit. Хао берет себе Лайфстилера, пофармит сложные линии, как я понимаю, для Туска от Ice Ice Ice. И Фенрир забирает себе Леона. Со стороны команды Empire. Мидлейн, Резолюшн забирает себе Бестмастера. Always Wanna Fly играет на Shadow Demon. Йоку идет, скорее всего, на сложную на Аксе. Да, так и есть. Йоку идет соло сложную Акс. Алоха Дэнс будет на Дизрапторе. И Сайлент играет на Герокоптере. Кому еще давать Герокоптера, если не Сайленту? Ну, все. Все, в принципе. Все понятно, все ясно. Переходим к матчам. У нас впереди 6 каток. И одна лучше другой должны быть. Поэтому надеюсь, что все будет даже интереснее, чем ожидается. По расстановке Лайна. На мидлейне у нас стоит Storm Spirit и стоит против Резолюшна. Бестмастеру тут не самая легкая линия досталась. Потому как стоять милишным героем против рейнджевика. Это ясное дело. Дело неблагодарное. Любой выход на Резолюшна это проблема для команды Эмпайр. Но пока что недалеко был здесь. Always One a Fly подслил немножко суперу хп до появления батла. Поэтому более-менее комфортная ситуация для Резовмиди. На нижнем лайнере. Загоняют у нас Финрира, бедняжку. First Blood от команды Эмпайр. Вич и Гейминг заиграли. Заигрался саппорт, пока Хао был фуловым. Леон умудрился зайти у нас к Йоку. Зайти к Always One a Fly. Но чего еще можно было ожидать? Здесь очень простая схема. Дизрапшн бросаешь. Подходишь, шагришь на себя. И до свидания не только саппорт. Но скорее всего и тот же Хао. Если бы он подошел поближе. 1-0 Эмпайр повели по голде. Эмпайр отыграли. То, что проигрывали, а проигрывали не много не мало 600 голды со старта. Теперь 750 в плюс Эмпайр. По экспириенсу Империя на 1000 опережает своих соперников. По Крепстату. На первом месте Йоку. Это неудивительно. Йоку открытие 2015 не устаю повторять. Да, с ним сравнялись Resolution и Сайвен. Сайвен этого уже обогнал. Йоку агрит на себя Хао. И Хао, кстати, очень опозоренный. И униженный отсюда должен уходить. Потому что был бы ближе Always On Offline. Хао развалили бы. Фенерир уже здесь. Пока что первый левел. Но со смертью Крипа появится здесь Хекс. Скорее всего. Еще один дизейбл для команды Вичи Гейминг. Йоку агрит на себя Хао. Хао на лоу ХП. Йоку получает от Тауэра. Если что, отпеваться у Йоку есть чем. Always On Offline. Стреливает по Афинриру. Я думаю, что на другую линию мы переключаться здесь не будем. Потому как максимум интересностей на сложной линии коллектива Эмпайр. Разумеется. Понятно, я думаю, всем, на каком языке я говорю. И за кого буду топить в этом матче. Так что рассказывать, что комментатор топит за одну из команд. О боже, какой он донный. Все это бессмысленно. Все это мимо кассы. Если здесь есть фанаты Вичи Гейминг абсолютно и главные хейтеры Империи, то, прошу меня извинить, вам будет не по себе в течение шести матчей. Ice Ice Ice. Наполучал у нас от Алоха Дэнс. И, кстати, Shadow Strike, если бы еще пару раз тикнул, тут Туск мог бы и отвалиться. Удивительно, но команда Вичи Гейминг знала, против кого играет. И взяла Тускара. Тускар достался не Империи. Обычно Алоха Дэнс у нас отыгрывает на Тускаре. И эта комбинация от коллектива Импайр очень неплохо заходит. Причем в последнее время все чаще заходит. И Тускар здесь под Акса был бы вообще великолепен. Подлетели, подбросили, наорали, развалили по голове. Но, тем не менее, в Вичи Гейминг забрали себе данного героя. Резолюшн на медлейне 21 на 3 по крипам. 22 на 5, в свою очередь, уж Том Спирита. И Резолюшн, милишный герой, еще неплохо выглядит у нас на фоне... На фоне мидера команды Вичи Гейминг. Тут, по идее, Супер должен был очень сильно перефармливать своего оппонента. Тем не менее, тем не менее, Резолюшн смотрится просто на ура. Импайр по голде выигрывает тысячу с копейками. По экспириенсу где-то 600 тоже в пользу коллектива Импайр. Айс, 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 ловит Сайлента. И Сайлент под тавором здесь немного лишнего. Постоял, отпивается Сайлент. Еще один удар. Сайлент отправляется в таверну. Счет становится 2-2, и Туску здесь такой жирный кусок отвалился, что Туск просто, я думаю, счастлив. Хотя по голде я смотрю немного. 159 всего заработал Тускар в данном файте и 400 экспириенс. Ну, это безусловный плюс. Обычно игроки на сложной линии стоят у нас на подсосе почти всю первую половину игры. А тут Айс, айс, айс уже почти шестого левела. Так это пятая минута. Хао пятый с копейками. То есть Туск умудрился Хао своего мейнкерри догнать. Ну и Акс. Ну, Акса покомфортнее была линия. У него был саппорт здесь. Был и никуда пока не девается. Я говорю, always on a flyer. Возможно, будет выход на Хао. Хао в disruption Йоку в двух соснах застрял. Не успевает загорить на себя Хао. Подкоп очень удачный от Фенрира. Но буду дальше бежать. Йоку так, поджег, наорал. Вот сейчас будет берсеркер колы. И Хао тут, конечно, лишнее себя позволил. Надо было бежать по прямой. Быстрее сюда к Фуаю. Так, прилетает супер. Будут загонять Йоку. Йоку уже за Фенриром. Малифейс у нас в Йоку. Под ноги Меднайт Пульс. Йоку побежал спасаться. Тут, конечно, одним манго не спасешься. Но Йоку будет еще дамажить, я так понимаю, Фуа. Фуай на лоухе Пеберс. Ну и Каллинг Бейд по голове Атакса. Перед смертью забирает третьего героя команды Вичи Гейминг. В это время Айс 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 у нас скопытился, я так понимаю, на топ-лейне. В плюсе безусловно Империя. Ну, Йоку наглый игрок. Йоку игрок современный и, скорее всего, такой игрок Next Day. Потому что навязывает он стиль. Очень сходен стиль, как по мне, с тем же Сумаилом, который собирается стать легендарным. Ну, который уже близок к этому. Так вот, это своеобразный Сумаил СНГ комьюнити. Тот, который вообще не то чтобы без страха, но вот без печали это точно. Врыв в любую ситуацию, постоянное давление на оппонента. Наглая, агрессивная игра. Та игра, которая приносит свои плоды. У Йоку получается это великолепно. Ну, примерно так, как у Сумаила. Встать после потерянного Эгиса в окружении четырех человек и никуда не уйти, а сделать минус три и дальше спокойненько засуицидиться на Шторм Спирите. То же самое у Йоку абсолютно на каждом герое. Будь то Акс, будь то сложная линия на Сент Кинге, будь то сложная линия на Шейкере. Шейкер вообще феноменальный, как по мне, у Йоку. Ну, получается. И я думаю, что будущее. Доты вообще за такими игроками. Все-таки это что-то свежее. Это нетерпение. Нон-стоп. Ну что, у нас Фенрира убили. В это время там Дизраптор развалился, правда, на сложной линии. Ну и здесь по голове Каллин Глейд от Йоку. Еще один фраг для команды Эмпайр. По итогу этого файта 740 заработала команда Империя по голде. Айс Айс Айс. Просел по ХП, но умудрился забрать... Смотрим, смотрим. Забрать Алоха Дэнса на Дизрапторе. Дизраптор тут не очень, конечно, всплывает. Наслышан я. Читал больше про этот матч. Вроде как Алоха Дэнс то ли в гранд-финале, то ли в финале. Винеров блистал в одной из игр и там чудеса творил. Будем ждать, будем смотреть. У нас еще долгий день, поэтому я думаю, успеем обратить внимание на такие истории. Гирокоптер у нас разваливает в это время Тузка и Хао за Сайлентом. Сайлент отпивается стиками. Сайлент, ну супер, уже здесь. На тебе, Римнан, под ноги. Развалился у нас Сайлент. Сайлент немного промечиво поступил, зайдя за второй тавер. Как будто команда Вичи Гейминг не знает, что такое ТПшки и не знает, как ими пользоваться. Ну, фраг есть фраг. В любом случае Сайлент умер, но плохо, что отдался Мидеру. Там либо Мидеру, либо Мейнкерри. Так, супер у нас. Приморозили на мидлейне. Резолюшн наорал на него и очень простенько развалили. Дизраптор нашел чем отплатить. 2-1. Счет уже у Алоха Дэнса. После фрага на топлейне на нем. И команда Эмпайр продолжает давить. 592 по золоту. Они уже выигрывают по голде 4000 на 9-й минуте. По экспириенсу полторы. Ну что, пошел у нас крик от Йоку. Статик Шторм под ноги. F5-то верно. Айс, айс, айс. На лоу ХП. Йоку дальше за ним. Каллинг Блейд есть. 9 зарядов стики. Если что есть у Йоку, можно и подраться. Не в стике, а в вонде в данном случае. Это не Magic Stick, это уже Magic Wand. Сигилл здесь летает. Это просто, в принципе, я так понимаю, подфидить команду Эмпайр. Always on a flight. Отправляет Resolution у нас в Disruption. После Disruption моментальный коп от Фенрира. Медвилл команда Эмпайр в таверну. Также отправляется в таверну у нас СД. Йоку файтится с Супером. Супер, по идее, не должен Йоку отпускать. Фенрир уже недалеко под коп от Йоку. Но здесь руки будут ковырять. И Туз, какая же ты скотина. Просто подошел и льдом застилил. Наверное, решение правильное. Потому как то, какой живучий оказался Акс в данном файте, могло вообще без фрага оставить команду Вичи Гейминг. Поэтому хоть чем, но надо было уже отправлять у нас Акса в таверну. Счет становится 8-10. 10 минут у нас сыграно. И по Галде Эмпайр выигрывают 3000. По Экспириенсу 400. 400 это не показательный. Так что счет, конечно, по левелам тут равный. Безусловно. Втроем игроки команды Вичи Гейминг на топ-лейне. Все фуловые. Два под смоками. На Айса, как я понимаю, байт идет. Ну и что? И Сайлент готов. Сайлент готов в байт ворваться. Гирокоптер отсюда уходит. Тут действительно не по шансам. Во-первых, Ф-Вай с Блэк Холлом. Еще и каким Блэк Холлом? Знатные бросирочки, я так понимаю. Да? На ручьи имморталовские у нас у Энигмы. Поэтому Блэк Холлы будут потрясающей красоты. А вот, собственно, и он. Сайлент у нас попадает в Блэк Холл. У Смена Флай. Очень удачно. Дизрапшин на Сайлента. Сайлент весь Блэк Холл переживает. Коллдаун под ноги. Хао под Рейджом нарезает Сайлента. Рейдж закончился. Рокет бараш от Сайлента. Сайлент на лоу ХП, но в принципе живет. И никакого дизейбла на нем нет. Никакой отравы, никакой ереси. Айс 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 под Тауэром. Хао на лоу ХП. Айс 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 Айс. На лоу ХП. Финрир в это время умирает в лесу. Айс 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 ТП Аут. Что ж ты, ссыкля такая. Айс 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 у нас сливается. После Лосона Флай, после его ульта. Ну и Хао. Хао решил побить здесь немножко. СД, нашел самого славы. Развалил его. Лайфстиллера 90 ХП. В принципе, Хао выживает. Инфест, да. Хао не просто выживает. Хао у нас уже фуловый. По итогам этого файта. В плюсе остаются Вичи Гейминг. Несмотря на то, что потеряли двух игроков. Сайлент потерял много времени. Но при этом остался живой у Сайлента. Две смерти и так уже слишком много. Лучше не умирать. Ну и выход на Т1 по топ лейну. Резолюшн по Тауэр. Где твой кабан? Кто будет танковать? Резолюшн прям по Тауэр. Куда ты пришел? На Оралная Флайя. Топоры где Резолюшн? Топорами забирает в итоге Энигму. Ну и умирает сам Резолюшн. Сайлент. Кулдаун полностью в Хао. И Рокет Бараж разваливает здесь Хао. Наконец-то кабан Резолюшна на месте. Оказался Тускар. Сразу же врыв Сайлента. Ну, вот просто мясорубка какая-то. От одного, от другого Фенрир где-то у нас... А, здесь у нас Фенрир. Фенрир у нас на лоу ХП остается живой. По итогу этого файта размен 2 в 2. Размен 2 в 2, но скорее всего в пользу команды Вичи Геймер. Ну и по чуть-чуть, понемножку отыгрываются. По чуть-чуть, где-то к налью движутся графики. Да, по голде 4000, но динамика все равно в сторону команды Вичи Геймер. Еще 2-3 таких файта и до тысячи полутора спустится. Команда Эпайр по экспириенсу, они уже с двух скатываются на полторы тысячи. Не критично, но тем не менее. Дота профессиональных коллективов, тем более топ коллективов, строится на таких мелочах. Обычно нет такого провала какого-то десятитысячного, пятнадцатитысячного, что раз и все потеряли. По чуть-чуть, понемногу отковыривают, а потом уже можем видеть и большие провалы. Ну что, супер. Вместе со всей командой... Не со всей, конечно, но с частью команды Вичи Гейминг подпушили у нас Т1. Супер, в принципе... Так, вообще давно мы на вещи не смотрели. У Шторм Спирита у нас уже Пауэр Трэдс есть, есть Сол Ринг. Мидер команды Эмпайр. Резолюшн. Резолюшн в это время у нас Хауэр решил разобрать. Статик Шторм от Алоха Дэнс под ноги. Плоховато. Все вышло. Кинетик Филд в итоге у нас не сработал. Поздновато был Данун. Дизрапшн прячет у нас Алоха Дэнса. Always Wanna Fly в таверну. Алоха Дэнс тоже в таверну. Сайвент начинает навязать Супера. Хау на Лоу ХП. Хау приговаривается к смерти здесь от Йоку. И Супер. Боллайтнинг есть, но не улетает у нас в итоге Супер. Гирокоптер его забирает. По итогу этого файта 4 в 2 размен. Йоку еще продолжает гонять у нас Сайлента. Тим Вайпом здесь попахивает. Врыв на Резолюшн. Валрус Панч и Айс Айс Айс. Уходит живые. Ну что, 4 в 2. Безусловный плюс. Во-первых, мидер. Во-вторых, мейн керри. Единственный, кто живой остался, это оффлейнер. Ну, на самом деле, невелика потеря для команды Эмпайр. По голде они опять пошли. В плюс 5 с половиной. По экспириенсу 4000 тоже для Тим Эмпайр. Сайлент даже крипов у нас через колдаун фармит. В принципе, ничего удивительного. 125 маны не так и много. Здесь Рокет Барадж столько же живет. Ну там, плюс 35 это вообще копейки. Так вот, наконец-то, я думаю, все затихло. Можем по вещичкам разобраться. Штормспирит у нас Дизраптора убил. Это все у нас на топ-лейне. Отправляется в таверну у нас Аллока Дэнс. И уже какой раз? Третий раз Дизраптор отправляется в таверну. Тут саппорты, конечно, мрут как мухи. Врыв от Йоку на Эфлайя. И Далоны вообще неприятная вещь в итоге оказалась. Вроде должны были помогать. И по факту Эфлайя чуть в таверну сами не отправили. За счет контр-хеликса Йоку. Йоку отсюда уходит. Вряд ли Фингрид что-то сделает. Туск уже пришел. Аллесу на Флайне недалеко Дизрапшин. На Йоку. Три Йоку. Это сложнее, чем один Йоку. Поэтому попробую с ним справиться. Нара у нас Резолюшн. В это время на мидлейне. На Штормспирита. Супер отправляется в таверну. Ну, файты просто по всей карте. Не знаешь, куда переключиться. 15 минут прошло. У нас уже 33 фрага. За 15 минут. Более двух фрагов в секунду... О, в минуту. Да это же жесть какая-то. По голде Эмпайр в плюсе. 5 с копейками. По экспириенсу 4. Можно мне наконец-то посмотреть вещи. Дорогие команды. Сенжин Яша для Гирокоптера. Есть Вингов Аквила. Есть ВС Буци у Сайлента. У Дизраптора в это время есть уже Аркан Буци. Есть Урнов Шадоуз. Для Йоку на Аксе. Есть Даггер. Есть Вангвард. 1100 с копейками на руках. Шадоу Демон от Always on a Fly. Транквил Буци больше ничего. И Резолюшн Мидлейн Команда Эмпайр уже с вторыми некрами и третьими некрами рецептом на них в Курьере. Резолюшн у нас Резопушен получился. Будут пушить нон-стоп игроки Команда Эмпайр. Если, конечно, ГГшко Вичи Гейминг раньше не напишут. Финрир. В это время Транквил Буци. И все. И все. Ситуация до боли напоминает мне Шадоу Демона. Always on a Flyer в составе Команда Эмпайр. У Тузка. Пауэр Трэдс и Урн оф Шадоуус. Внимание, Дизраптор. Тоже Грейджиные Тапки и Урн оф Шадоуус. Идут очень даже ровно. Просто это оффлейнер. А это... Дизраптор это саппорт. Здесь у оффлейнера жуть как много денег. Первое место вообще у оффлейнера Команда Эмпайр. По Нетворцу. Йоку. Сайлентом здесь идет. Копейка в копейку. Со стороны команды Вичи Гейминг. Мейн Керри. Хао. На лайфстиллер. Фейс Бутцы. Армлет. Барабаны. 900 копеек на руках. Так. Разваливает у нас Тузка. Просто моментально. Понимаю. Каллинг Блейд. Да. Был Каллинг Блейд от Йоку. Ну куда было успевать переключаться. У Супера в свою очередь есть уже Пойнт Бустер. Есть Сол Рин. Готовится выйти в Бладстоун. Супер. Если повезет. Конечно. Потому что Эмпайр уже спушивает Т2. И я так понимаю в скором времени приблизится к хайграунду команды Вичи Гейминг. Энигма. С меккой без даггера. Фай. Не самый врывной здесь. Но полезный для своей команды безусловно. По золоту Эмпайр. Выигрывают 8 тысяч. По экспириенсу Империя. Впереди на 7 кусков. И это много. И это на 18 минуте очень даже много. Вичи Гейминг приписывают конечно жесть. Как много всяких преимуществ над другими командами. А так смотришь нормальная команда. Обычная. Можно с ними играть. И ничего критичного вообще в их составе нет. Такого, чтобы коленки тряслись и пальцы промазывали по клавиатуре. Слаженная игра от Эмпайр. И Вичи Гейминг не такой грозный соперник. Йоку. Агрит на себя Хао. Агрит на себя Финрира. Финрир 100% в таверну. Хао из Кинетик Филдауна у нас уходит. Будет глимсовать скорее всего. Да. Лохаденс глимсует назад у нас. Хао. Но у Йоку до Берсеркер Колла в принципе уже все. Вот собственно Берсеркер Колл. Хао у нас. Влазит в крипа. Вылазит из него. И дальше файт. И Йоку здесь лишнего времени провел конечно под тавером. Ф.Y. Готов уже дать Блэк Холл. Главное что вместе стали. Становится вместе. Статик Шторм под ноги. Ф.Y. У нас немножко наплужил. Тут безусловно Сайлент. Стопит его Сиг. Пытается Айс 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 в кустах размансовать. Сайлент. Сигил тоже разобьет что ли? Сайлент здесь 100% умирает. Правда это только потерянная Эггес. Уже трипл килл от Сайлента. И Супер тоже может здесь в принципе приплыть. Супер валить отсюда быстрее. Супера на голове с Андерстрайк. Тут лучше вообще не тусить. Ну и еще один килл от Резолюшена. Трипл килл Сайлент. Трипл килл Резолюшен. Что? Что простите? Я что-то просмотрел или как? По-моему был Сайлент трипл килл. Потом Резолюшен оказался трипл килл. Неужели 6 фрагов в одном файте? Да, такое тоже может быть. Супер. Ловит у нас Сайлента в Вортекс. Супер Мансит. Но Маны у Супера очень мало. На самом деле Хао бедняга отбивается за Супера. Он эту ерунду всю начал. Хао теперь пыхтеть за каждого и отбиваться. Надо с Армлетом что-то Хао делать. Но на нем яд. Хао в итоге нормально юзает Армлет. Пошел врыв у нас от Тускара. Гремсует назад. Айс-айс-айс. А Резолюшен отсюда улетает. Ну и Хао на ЛУХП шел бы отсюда на самом деле. Лайфстилер. По итогу этого файта счет становится 15-26. 15-26. Да, вполне может быть. Потому что в 19-14 до файта был счет. Значит подрались 1 в 7. Слишком долгий файт, видимо. Сайлент в Инвизи на F.Y. Рокет бараш и F.Y не будет в принципе в живых. Туда же колдаун. Да, пошел колдаун у нас по F.Y. И уходит у нас от Блэк Холла. Сайлент потенциального. Не пытается ворваться. Тем более под ногами стоял у нас Мед Найт Пульс. F.Y. Блэк Холл по Сайленту. А кто будет бить? Финрир что ли? Ну смешно же. Сайлент на ЛУХП. Статик Шторм Подмоги. F.Y здесь умирает. Сайлент живет. F.Y умирает. Дальше погоня за Финриром. Топоры от Резолюшена. Подкоп от всем. И главное Пуникрам. Которые рейнджевой атакой у нас обладают. Ну и все. Алоха Дэнс вернул к себе. Дал удар. Минус 4 делает в этом файте команда Империя. Счет становится 16-30. И попахивает разгромом. Попахивает неоправданно мощными ожиданиями от команды Витча Геймера. Это их личное дело. Хао глимсует назад. Глимсует в Кинетик Филд. Ну и Хао тут будет рейдж, не будет. Бесполезно абсолютно. В любом случае. Развал от команды Импайр не минует. Ну. 16-31 уже счет. 15 фрагов. Все это на ровном месте. Все это не напрягаясь особенно. Очень слаженное действие от команды Империи. Сайлент. Юзает БКБ. Айсайсайс. Спот колдауна. Фуай даже близко не может подойти. А если будет подходить, то нет БКХола по-любому. Перефарм чудовищный от Импайр. 17 тысяч. По экспириенсу 15 тысяч тоже для команды Империи. Это за 22 минуты. Супер. В таверну. И где-то я думаю ГГ уже близок. У нас. Минус 3 делает команда Импайр. Я думаю 22 минуты это конечно предел. Нерва в команде Витча Гейминг. Ну еще и Фуай в таверну. Тим Вайп. Ну. Пишем. Заветная надпись. Где? Где-где-где? Вот она. Вот она. Слушайте. А хорошая команда Империя. Не находите ли? Поздравляем команду Империя. Поздравляем еще там. Создаем машину времени. Возвращаемся в прошлое. И поздравляем Империю с победой в этом матче. У нас впереди еще 5 каток. Я точно знаю что все игры прошли у нас со счетом. Короче говоря каждая из игр будет включать в себя 3 матча. Пока что игра идет в формате best of 3. А гранд финал был в формате best of 5 до 3 побед. Так что я думаю не сложный логический умозаключение. Помогут вам понять что Импайр там вообще наказали Витча Гейминг. Ну пока не увидим. Лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать. Все. Небольшая пауза. Я пока загружаю следующую запись. Вы не переключайтесь. Не забывайте подписываться на наш канал. Заходите в группу ВКонтакте. Ну и конечно же на наш канал YouTube. Там будут все реплеи о которых кто-то у нас в чате писал. С вами друг. Студия Агрокам ТВ. Услышимся через 5-6 минут.